У нас была выставка Александра Нени, и там дом у него был, это божественный, потрясающий, интересный дом. И там вот я видел его книги, его рисунки, первый раз, я художник. Для меня вообще-то очень многие друзья мои, я знаю, ездили, чтобы он благословлял книги. То, что они написали, их государство не принимало, они его приглашали, художники приезжали, его приглашали к себе, и писатели приезжали, чтобы он благословлял книги и вдохновлял их на подвиг. Он для меня в бывшей степени, отец мне, как борец, постоянно у него борьба, нету добром каких-то. Вот это вот Евангелие, он не воспринимал как добр, а воспринимал как какое-то подвижчество все время к борьбе, к борьбе, к борьбе, к ощущению жизни каждого человека. Вот на его этих лекциях великих, замечательных, прекрасных, это он рассказывал, как только что сейчас при нем написали вот эту божественную книгу, и он ее воспринимает с удивлением, как младенец. И вот это вот чувство младенства, потому что это не догмы засохшие и оставшиеся, как вот только поступать, и все, как в армию, там, направо, налево, а это борьба, это внутреннее открытие, то, что сейчас вот прошло солнце, птица, любовь, любовь, любовь бесконечная. Вот это вот он нес, люди, вот, я вот, это вот его дома, в саду, и вот, говорит, а в рисунках, вот его младенческих, можно сказать, в детских рисунках серьезность. Я как художник, конечно, вот хочу сказать, что серьезное изучение животного, копыта, его шерсти в этот, не какое-то вот такое вот мироискание, как очень многие художники уходят куда-то, уже ищут какие-то для себя интересные художества и высшие вещи, а здесь вот эта серьезность изучения предмета. Так же, как он серьезно изучал, наверное, все предметы, которые вообще-то присутствуют и есть в мире. И Библии, и Евангелии, и людей, и человеческие страсти, которые прокатились ему каждый день, а это осуществлять, вот, как бы, через себя пропуская все вот эти вот честные, правдивые, высказанные люди, имеющие на это право и силы, но они ему говорили, высказывали, и вот эта вот любовь, высказанные, что он старался пропустить через себя, и вот эти книги, когда он успевал читать, вот, там, вот, Володя Кормер, еще писатели приезжали, вот, что он благословлял, там, вот, 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 вот. Когда он успевал читать, как бы через себя пропускать и давать очень грамотные, как бы, аннотации, то есть говорить слова такие, поддерживающие. Просто, ну, время у человека бесконечно, как это, в одну группу вёл, 30 групп он вёл, рассказывал, говорил, внедрял, и вот эта душевная открытость его – это подвиг. Конечно, это, безусловно, подвиг человеческий, может быть, там, священный подвиг, который, вот, делил, делился с нами. Я благодарен, вот, действительно, вот этому помещению, то, что Артему, Ниночке, что там помещение, вот, отцу, все, вот, что дали вот это помещение, все. И здесь, вот, возникло опять тайно открытие, тайно понимания, вот, через рисунки, через наши разговоры, вот, эта тайна опять возникла, опять мы с ней начинаем открывать, 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 вот сейчас, сегодня и здесь. Спасибо. Спасибо.